Здарова, народ! Сегодня мы с вами свяжем очень классного ручейника. Я познакомлю вас с новой продукцией нашего магазина, лапками для этих самых ручейников. Но перед этим нужно сделать небольшое объявление. Во-первых, наш физический магазин в городе Кемерово переехал. Раньше мы находились на проспекте Кузнецкий, 36. Теперь переехали по адресу Красноармейская, 138. Вход со двора, подвальное помещение, отдельный вход, сразу нас там найдете. Я обещал вам акцию на майские праздники, но, собственно, из-за того, что магазин переезжал, эту акцию пришлось перенести. Поэтому с завтрашнего дня, с 23 числа и до 5 июня будет действовать акция в нашем интернет-магазине. Промокод для этой акции – май 2023. Этот промокод нужно писать в примечании к вашим заказам. Какие условия акции? При заказе от 3000 рублей будет действовать скидка 10%, при заказе от 5000 рублей будет действовать скидка 10% и бесплатная доставка, а вот при заказе от 7000 скидка будет 15% и та же бесплатная доставка. Еще раз скажу, что акция будет действовать до 5 июня. Как всегда, есть товары, на которые скидка максимальная не распространяется, но мы сможем дать вам максимально возможную скидку. Имейте это в виду. Ну и все, теперь приступаем к вязанию мушек. Ну что, друзья, теперь к мушке. Вязать будем на крючке номер 12 формы скат на мормышке. Специально взял мормышку, хотя ручейников часто вяжут без мормышки, и так они будут смотреться даже, наверное, правильнее, поскольку у них длинная головка, да, мы с вами знаем. Но все-таки в условиях сибирских рек чаще всего используют мормышки, поэтому будем вязать на мормышке, дабы продемонстрировать, как эти лапки будут смотреться и там. Итак, лапки. Давайте пару слов скажем о них. Я вот здесь взял. Что такое эти лапки? Это очень тонкий, но в то же время очень прочный силикон. Посмотрите, сколько я их тяну. Ничего с ними не станет. Они очень мягкие, очень точно повторяют правильную форму ножек ручейника. Как я всегда говорю, при создании наших материалов мы стараемся угодить всем, чтобы и профессионалы могли использовать наши материалы и делать классные реалистичные приманки. И в то же время люди, у которых нет столько времени на посвящение своему хобби, могли взять наш материал и спокойно, быстро, без особого навыка сделать классную, красивую рабочую приманку, которая будет рыбу ловить и человеку доставлять удовольствие. Поэтому эти лапки мы сделали еще в прошлом году, но потом они уходили маленько на второй план. Я их тестировал летом. Они были, конечно, другие. То есть и форма была другая, и размеры все были другие. И жесткость, мягкость, вот эти все параметры, они были, конечно, другие. Но лапы я тестировал, видео вы видели на канале. Там все это есть. Тогда уже люди нас забрасывали вопросами, когда же появятся эти лапки. Но, как я уже сказал, они маленько уходили на второй план. Но теперь мы эти лапки доделали и можем презентовать вам. Цвета есть разные. Зайдете на сайт, посмотрите, кому будет интересно. Размеры тоже от 16 до 8. В данном случае 12 номер крючка и 12 номер лап. Размеры этих лапок подбирались под форму крючка скат. Имейте в виду. То есть это скут 16, значит на него нужны лапки номер 16. Если у нас скут 12, значит на него нужны лапки номер 12. Вот. По свойствам, в принципе, все понятно. Как всегда, мы уже знаем, что нужно. Они мягкие, подвижные, прочные. В общем, все, что необходимо для того, чтобы делать классную приманку долговечной и рабочей. Теперь по самой приманке. Как я уже сказал, ручейника можно сделать максимально реалистичным и сложным. А можно сделать простого, простую, скажем так, силуэтную имитацию цвета, формы. И такая тоже будет прекрасно работать. Поэтому сегодня покажу вам именно такую простую. А уже профессионалы сами додумают, как эти лапки можно применить для максимальной реалистичности и изготовления творческих шедевров. Итак, первое, что нам потребуется, это будет сверхпрочная нить, которая будет применяться для сегментации. Если вдруг у вас такой нити нет, тогда вам нужно будет закрепить здесь леску. Но я очень советую вам такую нить приобрести. Потому что с ней работать одно удовольствие. Все ссылки на использованные материалы для этой мушки, да, они будут в описании к ролику. Найдете все, что нужно. Далее нам потребуется силиконовая пленка. В данном случае цвет номер 10. Это обычная однотонная силиконовая пленка. Берем эту пленку и отрезаем от нее небольшую полосочку с постепенным увеличением толщины. Посмотрите. То есть вот так отрезаем полосочку. Внизу она вначале тоненькая, дальше становится немножечко толще. Цвет берем 10, потому что он такой оливковый. Прям классно подходит для того ручейника, которого сегодня будем делать. И закрепляем эту пленку на цевье нашего крючка. Пленка эта не имеет клеевого слоя. Она отлично тянется. Классно подойдет для имитации спинки. Далее нам потребуется синель, в данном случае микробрил синель, цвет номер 2. Очень классная синелька, все вы ее уже знаете. С вот таким микроворсом, который офигенно имитирует трахеи, в данном случае ножки различных насекомых. Поэтому для имитации ручейника здесь будет подходить как нельзя лучше. Ту имитацию, которую я делал на фото для презентации, она сделана из дайвинга. Но сегодня я хочу вам показать именно вот имитацию с применением данной синели. Потому что она получается не менее классной. И сочетает в себе как раз различные свойства, которые мы уже с вами знаем, отлично реагирует. Хариус на который отлично реагирует. Поэтому мы в одной приманке сочетаем самые различные свойства. И тем самым получаем максимально рабочую, уверенно рабочую приманку. Потому что для имитации в данном случае ручейника нам нужно соблюсти силуэт, дать подвижности и, конечно же, попасть в цвет. В данном случае, мне кажется, мы в цвет попадаем максимально. Но я обязательно эту приманку намочу, когда она будет готова. И вы поймете, что к чему. Далее я взял коричневую монтажную нить и закрепил ей нашу синель. Посмотрите, я специально оставил здесь место. Потому что у нас ручейника, как вы знаете, у него головка идет на утоньшение. Длинненькая и тоненькая. Поэтому место здесь под это обязательно нужно оставить. Теперь берем наши лапки. Лапки у нас сделаны специально на основе. Потому что крепить их можно по-разному. Можно крепить вот за эти хвостики, которые вы можете оставить. А можно крепить, как я покажу сейчас, креплением крест-накрест. Поэтому я отделяю лапки, практически не оставляя этого хвостика. Вот таким вот образом. Посмотрите. Теперь берем нашу с вами лапку. Фиксируем пальцем, прижимаем ее в то место, где она должна у нас стоять. И делаем первый виток за первой лапкой. Следующие витки делаем крест-накрест у вторых лапок. Поправляя эти лапки так, чтобы они у вас лежали ровно. Так, как вам нужно. Вот, посмотрите. Здесь очень важный момент. Не нужно эти лапы крепить максимально сильно. В данном случае. Если вы прям натянете от души нитку, да, то у вас лапы просто выгнутся вверх. По закону физики. Ничего ты здесь не сделаешь. Так как дальше у вас пойдет пленка, никуда эти лапы не убегут, уж поверьте мне. Поэтому здесь ничего усердствовать не нужно. Далее нам потребуется даббинг. В данном случае чешская нимфа. Цвет какой здесь? То есть 334-й. Просто подобранный по тону, немножечко темнее, чем основное тело нашего ручейника. Поскольку голова ручейника, как вы знаете, она всегда темнее. Абсолютно разные есть цвета и виды этого ручейника. И во всех регионах они разные. Например, мы с сыном, я выставлял в телеграм-канале эту фотографию, мы поднимали камни на Алтае. И там ручейник в квадратном домике примерно такого цвета, чуть даже поядовитее. У нас такие не встречаются, например, в регионе. Квадратные домики. А там есть где-то ручейник более темно-зеленый, где-то светло-зеленый, где-то бежевый. Поэтому лапки, собственно, имеют разный цвет. Так вот. Телеграм-канал, кстати. Вечно забываю про него говорить. Обязательно присоединяйтесь. Там выходит много информации, которой нет на YouTube-канале и нет нигде. То есть там маленькие ролики, маленькие какие-то первые анонсы по лодке и по всему другому. Поэтому, если вам интересно следить, то присоединяйтесь. Теперь берем даббинг и делаем промотку. Здесь не нужно уже никаких крест-накрестов, поскольку даббинг он достаточно пышный. Сделали перед головкой. Вот, посмотрите. Отогнули лапки. Прошлись даббингом дальше по телу. И прошлись в конце. Ничего сложного здесь нет. И все это прекрасно закрывает всю нашу нитку. Посмотрите. Ничего не видать. Все отлично. И теперь делаем финишный узелочек. Все. Коричневая нить нам здесь с вами больше не потребуется. Теперь возвращаемся к сверхпрочной нити. Скручиваем ее. Чтобы было лучше делать сегментацию. Первый виток делаем по синеле. Берем в руки нашу силиконовую пленку. Натягиваем ее. И простыми движениями делаем сегментацию. То есть первые витки у нас маленькие. Дальше виточки уходят на утолщение. Не стесняйтесь прогинать пленку. Во-первых, пленка не порежется. 100% гарантирую вам. Во-вторых, нитка не порвется. Потому что нитка здесь, понятное дело, прочная очень. Ничего с ней не станет. Теперь вы доходите до лапок. И делаете все то же самое. Но так как на головке у нас сегменты утоньшаются. То, соответственно, у нас здесь с вами уменьшается и расстояние между витками. И все. И у вас прекрасно все ложится. Вот видите, лапка настолько мягкая, что она даже за дабинг цепляется. Посмотрите, как классно получается. Все. Теперь эту пленочку в конце мы отрезаем. Если она будет немножечко торчать, ничего страшного. Будет надежнее, никуда не выскочит. Но ее практически не видать. Как вы можете это сейчас видеть. Все. Лешачок отрезаем. Бам. Вуаля. Получаем вот такого вот классного ручейника. Быстро, просто и действенно. Посмотрите, как этот ручейник будет выглядеть в мокром виде. Посмотрите, лапы какие мягкие. Что они даже под воздействием, собственно, воды шевелятся и прилипают к телу. То есть в воде это все будет шевелиться. Посмотрите. Сейчас он намокнет. Посмотрите, какой цвет ручейника получается. Неоднородное тело, которое у нас с вами отлично имитирует. Вот само тело ручейника, если на него смотреть, оно не выглядит таким пластиковым. Здесь торчит даббинг. Отрежем, чтобы не мешался он нам. Главное, лапу не порезать. Опа. То есть тело выглядит прям настоящим. Видны его все вот эти вот ворсинки у Синели. И сверху спинка немножечко другого тона. Простейший и очень классный ручейник получается. Как я уже сказал, профессионалы смогут здесь изобразить вообще красоту. То есть здесь можно сделать по бокам строчечку пустить. Можно сделать тело из какого-нибудь, не знаю, силикона или винила. И получится тоже интересно. Но это уже, как говорится, другая история. Моя была задача показать вам, как просто и легко можно применять эти лапки и делать вот таких вот обалденных ручейников. Пробуйте, вяжите. Жду обязательно ваши комментарии, ваши отзывы. Заходите в наш интернет-магазин, приобретайте хорошие, качественные товары. Ну и, конечно же, не забывайте про акцию, которая будет действовать до 5 июня. Промокод май2023. Все скидочки я вам в начале ролика сказал. Спасибо за внимание. Жду ваши комментарии. До новых встреч. Всем пока. Удачи.